Ромоутерская компания Fight Nights с удовольствием представляет вам финал четверки. Ну, вообще, Микс Файт выглядит достаточно кроваво. Это обычная практика, когда такие кровавые поединки? Знаете, чем выше уровень, то есть, пока сегодня, в принципе, пока что много крови мы не видим. Чем выше уровень, тем меньше крови. Сейчас спортсмены уже отлично понимают, во-первых, имеют подробную информацию о соперниках, то есть, понимают, кто на что гараж, чего от соперника ожидать. Это все высокий уровень, все-таки класс, не пропускают ударов, не дают. Как долго бойцы готовятся к таким поединкам? Я бы сказал, что они готовятся к этому всю жизнь. Дело в том, что все ребята пришли с каких-то единоборств. То есть, вначале все они занимались либо вольной борьбой, либо боксом, либо сам. У всех разная школа. Начинают заниматься в детстве. Потом Миксфайт. Миксфайт вообще культивируется у нас последние пять лет, скажем так. И сейчас он вышел, естественно, на новый уровень. За что отдельное спасибо нашему прославленному спортсмену Федору Емельяненко. Человек, который в седеноборств нашей страны. Это наша легенда. Наша легенда, в седеноборств нашей страны. Мы обязаны тем, что сейчас Миксфайт настолько популярен. Не только Миксфайт, а вообще смешанные виды. Вот, я смотрю, бойцы выходят просто под свою национальную музыку. Да, наверное, это плавно. Безнародный дух, спортивный дух. И же девушка очень радуется, по-другому. Если говорить о начале спортивного пути, то ребята, я думаю, обязаны своей родине. То есть они все из регионов. И они обязаны своей регионе, потому что они сегодня здесь. Вы что понимаете? То есть база зарождалась именно там. Он Зубавир Пахугов, представитель Чеченской республики. Хотя в последнее время в Москве. А Мачаев Мурат? Му-Мачаев Мурат из Дагестана. Можешь же сказать, что две основные школы. Да, количество дагестанских спортсменов. Собственно, во всех борцовых дисциплинах, по-моему, доминирует. Ну да. Вообще Южный федеральный округ богатый на таланты и на ребят, которые выступают, показывают результаты. Ну видите, сегодня мы увидели, в принципе, полуфинале равной поединки. Не было явных фаворитов. Чуваш, парень, армянин. Кстати, армянин тренируется в Омске Сергей Миносян. Ему 20 лет. Рост 179. Ну что ж, посмотрим, что будет происходить в финале. Интересный поединок. И, по-моему, ребята встречаются в первый раз. В этом году мы были участниками чемпионата России по боеу на самбо. Зубавир Пахугов начал ранен, начал ярко, но... В втором поединке проиграл, но это молодость. Ну, молодость. Ему 20 лет, по-моему. Лада Дэнс у нас в кадре. Лада Дэнс, Лена Ленская. Приятно, что женщина интересуется, что есть аудитория у боев. Ну, хоть где-то можно мужиков посмотреть. У Зубавира, кстати, база боксерская. То есть он борьбой начал позже заниматься. Или начал с борьбы, потом перешел в бокс. Ну, видите, он... То есть здесь Мачаева нужно потрудиться, чтобы борьбу навязать, попробовать. Ну, это микс-пай. Это микс-пай, поэтому я думаю, что борцовская техника... Хотя, вот вспомнить того же Федю, он бьет... Бьет хорошо, потому что самое главное вовремя. Да. Посмотрим. Я бы не сказал, что это не состязание борцов и боксеров. Посмотрим. Ребята универсалы. Можешь считать, что они универсалы. Они себя комфортно чувствуют и лежа, и в стойке. Но, в принципе, я смотрю, они все пытаются пройти на бенуэ. Вот смотрите, попытка удушающего. Это гильотина? Да, это гильотина. С стороны спины его сейчас Мачаев взял. Захват. Все. Идет удушающий. Все, видите, сдача. Сдача. Ну, что и требовалось доказать. Все-таки ударник в микс-файте должен уметь бороться. По крайней мере, да. Защита от удушающих – это один из тех аспектов, на которые стоит обязательно обращать внимание. Ну, скажем так, Зубаир – молодой парень, перспективный, очень растущий спортсмен. Я думаю, нужно просто некоторое время выделить борьбе в парке. Да, звезда в шоке, как мы видим. Да, в приятном, надеюсь. Для награждения я приглашаю главного тренера сборной России по боевому самбо. Да, расстроен парень. Расстроен – это на самом деле молодость, поэтому надо относиться к этому, знаете как, надо с гордостью воспринимать то, что в соревнованиях сильнейших оказался в финале. Надо просто правильно к этому относиться. Второе место – призовое место. Да, сегодня не первое. Значит, есть над чем работать. Может быть, его сегодняшнее поражение, скажем так, станет залогом будущих побед. То есть надо понимать, что есть, значит, проблемы и места в подготовке.